Не все войны заканчиваются переговорами, некоторые из них заканчиваются Нюрнбергским или Токийским процессом, обращаясь к опыту Второй мировой войны. Но, как я понимаю, довольно скептичен этот аспект, что война России против Украины закончится трибуналом, определенным питерским трибуналом, исходя из места, откуда происходит Владимир Владимирович и его приспешники. Окей, но, тем не менее, вам не кажется, что тень условного Нюрнберга, она так же давлеет над Кремлем сейчас и немного беспокоит Владимира Путина? Да вы знаете, они боятся не столько Нюрнберга или Гаги, как принято говорить, они боятся окружения собственного народа, которое в какой-то момент может свой Нюрнберг устроить, но только он совсем не такой, какой он был в 45-м году или то, что происходило в Гаги по другим историям, когда трибуналы по бывшей Украине или другой. Все будет гораздо жестче и быстрее. Это как в процессе с Берией, которого вывели, и в гарнизованной гауптвахте в районе ее расстреляли. Вот этого они боятся гораздо сильнее, на самом деле. Чем кончаются войны? Вы понимаете, для такого варианта нужно полное поражение. Поражение – это означает полная деоккупация территории в границе 1991 года Украины, разрушение вообще полной российской армии до состояния просто ее несуществования. Внутренний процесс, связанный политически с переменной властью, причем такой катастрофический, война всех против всех. Вот это при таком раскладе, вы знаете, там любые варианты возможны. Возможно ли такое? Ну, будет ли такое? Но невозможно ответить на этот вопрос по той простой причине, что мы многое видели за русскую историю, и такие варианты, и другие, и сякие. Мы видели, как в 1991 году власть менялась, мы видели, как Хрущева снимали в 1964-м, мы видели, в конце концов, 17-й год, когда империалистическая война превратилась в гражданскую. Бог знает, может быть, будет что-то новое, все-таки на дворе век 21-й, понимаете? Может быть, мы увидим что-то совсем необычное. Но в любом случае, страхи эти, они в Кремле есть. Путин, он вообще человек, который очень меланхоличен в этом отношении. Безусловно, помнит об опыте от Каддафи до Хусейна. Хочет ли он подобной судьбы для себя? Ну, конечно, нет. Конечно, не хочет. А как ее избежать? Надо выиграть. А как выиграть? Ну, либо хитростью, либо силой. Другого варианта не дано. Но пока ни то, ни другое не получается. Вот переговоры и призыв в переговорный процесс – это хитрость, изворотливость, развод. Выиграть или тянуть? Еще один, еще один. Тянуть. Правда, непонятно, до какого времени, как бы, человеку не 20 лет, я про Владимира Владимировича говорю, и тут можно дождаться, как бы, до вопроса примерки костюма уже непосредственно. Да, и вот Марк Захарович пример привел, спросил у россиян, вы готовы еще три года, да, пока будут продолжаться так называемые спецоперации? Большинство из них, ну, навряд ли будет готовы еще испытания вот эти три года. Да, тут, как бы, варианты... Вариантов нет, несколько, скажем так. Марк Захарович, мы уже обращаемся к опыту Второй мировой войны, скажем так, и вы говорите о том, как... Непонятно, как закончится война. Но Вторая мировая война для Германии, нацистского государства, она закончилась разрушением Берлина. Разрушенной Москвы, скажу субъективную мысль, я, например, не вижу, ну, я не вижу украинские танки, как бы, простите меня, украинские зрители, я не вижу украинские танки на Красной площади. Это нереально. У Российской Федерации есть ядерное оружие. И при вот такой опасности непосредственно государственности уже... И тут мы говорим не просто про устрой какой-то, мы говорим про государственность, скорее всего, в том виде, в каком она есть сейчас. Ну, ядерное оружие — это последнее. Это домоклов меч, который сейчас висит над всем миром. Окей, если не разрушенная Москва, ну, в прямом смысле. Переносный смысл разрушенной Москвы. Какой это? И кто это разрушение должен сделать? Украина, страны Запада, США? Как именно? Давайте так, наверное, главное все-таки. Вот вы понимаете, империи разрушаются несколько иначе. Во всяком случае, в 21 веке действительно по собладанию ядерным оружием здесь многое по-другому как бы выглядит. Ведь вопрос ведь в чем заключается? Для империи хуже военного поражения даже, когда с врагом-то можно договориться о чем-то, это состояние внутреннего распада. Это как реактивный процесс ядра, распада ядра, почти физический, в котором центр исчезает, все превращается в плазму, и как бы процесс достигает пика в момент, когда, собственно говоря, неуправляемость вообще системы доходит до ситуации, при которой, в общем, управлять невозможно в принципе, в общем, ничем. Мы такое видели, это и гражданская война, это от падения территории от страны, и там уже не надо танков чужих в Москве, там свои, знаете, запалят так, что лучше бы чужие бы приехали, хоть порядок навели. Поэтому, на самом деле, здесь совершенно другой финал может быть, и он, ну, промежуточный может быть финал, кстати сказать. Он может быть таким, что внутренние силы могут быть гораздо опаснее любого внешнего врага. Внешний враг может быть цивилизован, а вот внутренние силы, они уже показали, какие они. Ведь вот кто в Буче или, там, не знаю, в Мариуполе воюет, убивает и так далее. Эти же люди, они возвращаются, они же дома, если они не погибли. Эти люди, они, собственно, другой уже психологией обладать не будут. Они, если уж и начнут Москву сжигать вместе с его обитателями, то они будут это делать точно так же, как они это делали в Буче. Понимаете? Это те же люди. Вопрос, что там, перещёлкнет сознание, как изменятся процессы, когда это всё будет направлено вовнутрь, а не вовне. Вот о чём речь. А почему они будут это делать? Какая у них будет внутренняя? Или это психологически просто подрывы этих людей? Что станет причиной? Да. Почему они будут это делать? Почему они будут так себя вести? Ну, я понимаю, там, ПТСР и так далее. Но если мы говорим о тех, кто возвращается, да, те, кто не погиб, какая, ну, скажем, что их будет сподвигнет к этому, что они пойдут на уничтожение? Ну, мотивационная составляющая, это главное, на самом деле. Нет, это комплекс причин, которые, он не только потому, что возвращаются люди с посттравматическим синдромом, и они готовы всех резать и кожу снимать. Это само собой, это они делают в частном порядке, их там вылавливают. Мы говорим о комплексе причин политических, геополитических, огромных таких, которые оказывают влияние на сознание людей в гораздо большем масштабе. Ну, поражение, прежде всего, понимаете, поражением-то они называют не то, что танки чужие едут по Москве, а о том, что ради чего всё было, если не только не добились, а только даже ухудшили ситуацию. Вы же говорили, за два, за три дня возьмёте Киев, и всё, падёт Украина, падёт, а она не пала. Ну, как же так? Что же получается? Нацисты одержат верх. Вы представляете, а здесь действительно Украина одержат верх. Как пропаганде можно будет вывернуться из ситуации, когда они говорят, это борьба с фашизмом. Так фашизм победил тогда. Понимаете? Фашизм деоккупировал Херсон, фашизм выгнал вас с Крыма и так далее. То есть, получается, вы слабее фашизма. Вы же сами нарисовали эту людоедскую картину, в которой сами стали заложниками. Потому что вы не можете проиграть то, что как можно фашизм-то проиграть. А правда-то она другая, что нет никакого фашизма, вы сами его источник. Вы сами являетесь идеологическим обращчиком наследников фашизма. Понимаете? И вот эта аберрация в сознании, она же непреодолима. Как же так? Мы проиграли. Мы же собирались выиграть. У нас же всё было хорошо. Положены такие жертвы. И вдруг прорвётся вся эта правда. Сама власть может превратиться вообще в пылающий котёл. Потому что там и без того, конечно, есть люди, которым это всё не нравится. Не нравится не потому, что они страдают за Россию, или они проукраински настроены, или, не знаю, вестернизированы предельно. Нет. Они пострадали от этого из-за санкций, из-за потери денег, из-за потери перспективы. Понимаете? И они хотят, собственно, изменить, всё вернуть по-прежнему. А чаще всего в таких системах имперских, больших, гигантских, колоссах таких, это никогда не получается. Вот в 1917 году же ведь тоже государь-император, когда вступали в войну, викиники, вот эти споры начали в 1914 году, союзнические обязательства и всё такое, окончили, чем в 17 феврале принимали отставку в поезде Верховного Главного Командования. Ну, он себя назначил, вместо Николая Николаевича, Великого Князя, Николая Второй Романов, назначил себя, значит, главой ставки Верховного Командования. И вот к чему это привело. К поражению, дезертирству, снятию солдат с фронтов. Вот если сейчас при Путине такое происходит, то гораздо катастрофичнее будет результат. Гораздо катастрофичнее. Потому что нет вот этих силы, значит, левых партий, их фланг, там, от большевиков до эсеров и всех остальных. Ну, тогда в 17-м-то были ещё, извините, трудовики, из которых Керенский вышел, прогрессисты разные. Вот, в конце концов, кадеты были, такие буржуазные партии были. Сейчас этого ничего нет, они всё разрушили. Сейчас придут вот эти именно самые, про которых мы с вами сказали, которые вот в Буче были. Других нет сил, понимаете? Они всё сами истребили. Субтитры создавал DimaTorzok